Воспитать ребенка не легкий труд, но вырастить ребенка в одиночку может стать испытанием всей жизни. Так что страх юных девушек, которые узнали о своей беременности, вполне оправданный. Но эта женщина доказала, что как бы тяжело не было, счастье материнства стоит того. Люди помнят даты дней рождений, годовщины и тому подобное. Для меня же памятным стал тот день, говорит девушка. Я помню все до мельчайших деталей. Два года назад она сидела в очереди на аборт и думала о том, что прервать беременность – единственный выход из ситуации. Но судьба приготовила для нее другой план. Она сидела одна в клинике и плакала. Позже в тот день она написала эти строки. Сегодня я была в клинике. Я все решила для себя, мой парень изменял мне, и родить ребенка приравнивалось для меня к позору. Я повторяла себе, что я одна и что у меня нет другого выхода. Сидя там, я едва ли могла различать что-нибудь или кого-нибудь сквозь пелену слез. Я слышала, как люди вокруг меня шутили, смеялись и ели. Я же чувствовала себя совершенно одинокой и брошенной. В голове крутилась лишь одна мысль – я же принимала противозачаточные – этого не может быть. Она была уверена, что сейчас у нее нет другого выхода. Подошла ее очередь, и медсестра назвала ее фамилию. Сейчас все должно было случиться. Девушка достала кошелек в поисках удостоверения личности и оттуда выпала маленькая карточка, которую несколько дней назад ее на рабочем столе оставила супружеская пара. На обороте были строки из Библии. Когда она прочла, что было написано на обороте, она поняла, что Бог говорит с ней. «Не бойся, потому что я с тобой. Не падай духом, потому что я твой Бог. Я дам тебе силы и помогу тебе. Я поддержу тебя своей правой рукой», – гласили строки. Разрыдавшись, девушка вышла из клиники и почувствовала, как тяжелое бремя свалилось с ее плеч. Ее малышка родилась настоящей красавицей. С весом 3500. Теперь эта женщина чувствует себя самой счастливой мамой на свете. Дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.